Я не музыковер, как минимум, и поэтому именно про музыку с такой вот обычной, нормальной, профессиональной точки зрения я, конечно, говорить не буду, потому что это совершенно не моя сфера. Я не более чем слушатель, как полагается, мне музыку учили в детстве, ничем хорошим это не кончилось, как видите, но я не жалею, отчасти я расскажу почему, и я тогда этого не могла знать, я теперь знаю, а отчасти потому что я, конечно, слушаю иначе, и я стараюсь сесть в правильном месте, ну как мама, ничего дороже делать, чтобы руки видеть, когда пианист играет. Ну, в общем, вот такие вот простые как бы вещи, вот, то есть мне кажется, что я это чувствую, когда музыканты играют, я как бы это через себя иначе пропускаю, при том, что я, конечно, абсолютно никчемная в этом смысле. Вот, так что вот мозг и музыка, ну попробуем как-то из этой ситуации выпутаться, вообще, вся моя лекция, я должна прямо сказать, это экспромт, да, то есть я готовлю, я готовлю картинки, при этом я в последний момент начинаю эти картинки перетасовывать, это значит меняется план весь, а что в итоге выйдет я, мы узнаем в конце, мы, потому что я тоже. Я, на самом деле, считаюсь, то есть вот пусть оно висит, я закрываю вам, да? Нет, ну а зачем? Я, у меня образование гуманитарное, я филолог, ну лингвист, но из всех лингвистов, может быть, я наименьший лингвист, по сути дела, потому что я занималась фонетикой, а это значит и акустикой, короче, выразвуком, вот, но потом я решила полностью, очень скоро после университета, я решила полностью сменить все и стал заниматься, наверное, физиологией, и поэтому, вот я доктор по двум наукам, по теории языка, то есть я не совсем ушла, то есть, точнее говоря, совсем ушла, но потом вернулась, вот, ну и я нейрофизиолог, то есть я занимаюсь мозгом, и поскольку я экспериментатор, то есть я работаю с реальными людьми, с экспериментами, в том числе в дружбе и любви с институтом мозга человека, в частности, но не только, и естественно, что мы все собираемся на разные семинары, там люди разных специальностей, и мы пытаемся хоть что-нибудь понять из того, что в голове хоть чей-нибудь происходит, хоть чей-нибудь я имею в виду, хотя бы, может, и животных мы узнаем, как это происходит, но это тут нужно себя держать за хвост, потому что ничего сложнее, чем мозг, я не могу себе даже представить, по сложности мозг сопоставим, разве что с вселенной, то есть это запредельная сложность, поэтому, если вы слышите такие слова насчет того, что, ну, лет через пять, там, лет через десять мы узнаем, как мозг устроен, вот не верьте никогда, моя версия такая, что мы никогда не сможем это узнать, никогда, степень сложности такова, что плохо с этим делать, но знания растут, этим занимаются во всем мире, все университеты, которые могут себе это позволить, это тысячи лабораторий, это огромные деньги, потому что это дорогое дело, вот, и, конечно, знания растут, я не хочу быть понятой, как то, что все работает, и все равно ничего не выходит, то есть выходит, и много всего выходит, но до, как бы, финальной точки, если вообще такая точка может быть, нету, ничего такого даже подумать нельзя. Мне кажется, из всяких разговоров, из моих собственных знаний, что больше всего мозг похож как раз, точнее говоря, не сам мозг, а то, что он делает, это больше всего похоже на музыку, потому что он действует сам по себе, у него, даже из музыки, это больше всего похоже на джем-сэшн, на джазовые эти, даже не знаю, экшен, да, импровизации, да, импровизации, именно, потому что я и студентам даже это в качестве метафоры такой рассказываю, что все участники событий, в данном случае нейроны или сгустки нейронов, или части мозга, они все живут, где живут, то есть у них есть место жительства, одни тут, другие тут, третьи тут, все живут, но когда им нужно выполнить какую-нибудь задачу, они съезжаются, это почти физически так, они съезжаются в каком-то определенном месте, и дальше начинается, начинается вот что, что у них нет партитуры, никогда, у них нет дирижера, большинство из них, возможно, даже никогда и не встречались, им надо что-то делать, и они как-то сыгрываются, так сыгрываются и делают это, после чего разъезжаются по домам. Вот эта метафора, она близка к правде, похоже, что вот это так и есть. Вот как я здесь пишу, это наш мозг, это такой невероятный инструмент, в котором миллиарды клавиш, в кавычках скажу, и вы можете получить по наследству, вот предков, замечательный геном, который может быть сравним, я не знаю, со скрипкой из Традивари или Стейнвэй, то есть изумительный инструмент, вам достался уже, вы ничем его не заслужили и не знаете, что с ним делать, он у вас просто есть, вы так родились. Неприятность заключается в том, что на нем надо учиться играть. И на это уходит много времени, много сил, и может не повезти, и так и не научишься. Поэтому для того, чтобы, скажем, получился гений, должно сойтись несколько вещей. Гением можно только родиться, гением стать нельзя, это рождение, это факт рождения, но уже родившись, можно таким не стать, потому что не повезет. И не попадешь в нужные руки, в нужную ситуацию, ты не получишь полагающего себе образования. Вообще многое может всякого сломаться. Поэтому родиться обязательно нужно, а вот что дальше получится, это вопрос. Раньше, я постепенно к музыке подберусь, так что вы не думаете, что я на другую тему. Раньше рисовали вот такие чудные карты, умилительные, где все участки мозга были как лоскутное одеяло такое. Вот если вчитаться в эту карту, то там будут места, где такая трогательная девичья любовь, где чтение, где пение, где доверие, где время, где звуки, где язык. Вот почему-то язык, меня давно это волнует, но я так и не нашла ответа. Язык почему-то здесь, в лагче написано, и здесь, под глазом. Никогда его там не было. Ну, короче говоря, заниматься тем, чтобы понять, что в мозгу происходит и где, что как бы локализовано, если можно так сказать, стали очень давно. И вот такие карты рисовали. К сожалению, они прелестны. Но этого давно нет. Таких карт больше никто не рисует. Но, тем не менее, мы хотим знать, что там происходит. И для этого используется очень мощная аппаратура, которая, я повторяю, стоит очень дорого. Другой вопрос, что нам удается выяснить, но это важно. Как получится. У нас в мозгу примерно 100 миллиардов нейронов. Это нейрон, это клетка. Мы все состоим из клеток, но нейрон – это особая клетка, которая в нервной системе. Вот в мозгу их больше 100 миллиардов. И это ужас. Ужас, но ужас еще больше, чем вы можете себе представить, потому что каждая из этих клеток может иметь до 10 тысяч связей с другими частями мозга. Вот я очень плоха в математике, но даже моей математике вполне хватает для того, чтобы сосчитать, и вы получаете квадриллион, как минимум. Это запредельное число. Поэтому, что с этим делать, мы не знаем. Это сложнейшая нейронная сеть. Но мозг – это не просто сумма миллиардов нейронов. Вот если бы здесь сидели, я не знаю, кто вы, естественно, но если бы здесь сидели люди, к примеру, из Сколково, технические люди, то они бы сказали, ну, вы, как всегда, преувеличиваете опасности и говорите, мы никогда не узнаем. Это, в конце концов, вопрос времени. Вот появятся суперкомпьютеры, еще более супер, чем они есть сейчас, и они вам сосчитаются, что хочешь. Но я говорю, а зачем? Мне для чего эта информатива? Она мне дает новое знание? Я считаю, что не дает. Они говорят, ну, хорошо, вот будет скоро аппаратура, которая покажет каждый нейрон. А я спрашиваю, а мне зачем миллиарды нейронов, сто миллиардов нейронов? Нет, для чего? Что я с ними буду делать? И, положим, они у меня лежат вот здесь на рояле. И что? Это информация, которая мне не нужна. Просто не нужна. Поэтому, то есть не поэтому, а плюс вот к этому ужасу, который обычно, такого рода люди, они говорят, если мы разложим все вот на эти штучки, то тогда мы узнаем, как это действует. Я говорю, нет, не узнаем. Эти штучки нам не помогут. Поэтому, это не просто сумма миллиардов этих штучек, а это индивидуальный опыт, который у каждого свой, и поэтому нет двух нейронных сетей, которые были бы похожи друг на друга. Это так же, как отпечатки пальцев или роговица глаза. Нет двух мозгов одинаковых на Земле, и никогда не было. Это абсолютно индивидуальная вещь. И вот эта нейронная сеть, которая там пишется все время. Понимаете, вот давайте с другого конца. Вот мы родились, и у нас там уже много чего лежит. Этот стейнвейт там уже есть. Дальше мы начинаем писать текст собственной жизни на этой нейронной сети. То есть, когда это соединено с этим, вот кусочек этой сети, это с этим, кусочек этой сети. Мне показали вот эту штуку и говорят, это очки. Значит, у меня портрет этих очков, который у меня тут, соединился со словом очки, который у меня тут. И вот этот кусочек появился. И такого там страшное дело осколька. И у каждого оно свое. Поэтому каждый более или менее с похожей нейронной сетью в этот мир приходит. А вот когда он каждый в свое время предсоздателем предстанет, то он предъявит то, что он за жизнь написал на этой нейронной сети. Вот своя сеть это будет. И если он такой дурачок, что читал только журнал «Лиза» и ел «Гамбургеры», то вот это и представит. А если он Шенберга слушал, так другая у него нейронная сеть. Вот и все. Она на самом деле другая. Вот когда я говорила про метафоры, то это были метафоры. А вот то, что я сейчас говорю, это не метафора. Это на самом деле так. Все, что вы видели, слышали, ели, нюхали, трогали, все там осталось. Даже если вы этого не помните, это не значит, что этого там нет. Поэтому очень важно, что человек читает, что он слушает. Не только то, что он ест. В прямом смысле. Потому что если он какую-нибудь дрянь съел, то есть лекарства, с помощью которых это можно из организма выкинуть. А вот из мозга ничего вы выкинуть не можете. Вы можете либо сделать вид, что вы забыли. Либо психика так сработала, что это далеко упрятали, чтобы она вас как бы не расстраивала. Либо какие-то механизмы в мозгу появились, с помощью которых вы просто не можете туда добраться. Вы хотите, но не получается. Но оно-то там лежит. Поэтому нельзя этого делать ничего. Дряни никакой нельзя мозг пускать. Мы славимся тем, что у нас огромные лобные доли. Вот это наше главное приобретение эволюционное. Вот эти лобные доли. Которые выполняют самую сложную когнитивную или познавательную, если проще сказать, работу. Они планируют поведение. Они выстраивают цели. Они говорят, как и что мы будем делать. Короче говоря, это очень важная вещь. Но, да, и мы говорим, у нас большой мозг. Но смотря с кем сравнивать. Скажем, если у неандертальцев был мозг даже больше, чем у нас сейчас. И где эти неандертальцы? Вот. Но у шимпанзе, наш ближайший родственник, у них примерно 500 сантиметров кубических мозг, а у нас в три раза больше. Но есть дельфины, есть слоны с очень сложным мозгом, и есть птицы, у которых он на первый взгляд маленький, но он маленький только по сравнению с другими. А обычно говорят о взаимоотношении, о индексе вес тела, вес мозга. Для нее он, для вороны, он не такой уж маленький. Зато он вообще иначе устроен. У него, например, нет коры. Вот мы гордимся, что у нас новая кора. Мы приобрели за эволюцию. Они не приобрели, а вороны имеют интеллект, равный интеллекту шимпанзе. В прошлом году было признано официально. И когда вы наблюдаете за тем, что они умеют делать, то они могут решать задачи, которые большинство моих друзей академических не решат. Это я с любовью плютю. Вот это био-арт даже называете. Это реальная фотография, электронно-микроскопическая фотография, кусочка мозга. Вот эти зеленые штуки, это стволовые клетки, вы, вероятно, слышали? Вот такие стволовые клетки. Это те, из которых потом получатся другие клетки печени, или там сердце, или нейроны, и так далее. Вот посмотрите, как это выглядит на самом деле. Как тут, в этом, может размещаться музыка, любовь, сложное мышление, математика и так далее, это же вообразить невозможно. Вот от того, что мы еще больше увеличим эту штуку, кошмар станет только больше. Потому что как информация может течь вот по таким сетям, не знаю. Но это так. Юрий Михайлович Лотман, о котором, я думаю, эта аудитория слышала, я надеюсь, да? Крупнейший. Нет, ну, знаете, все бывает. Вот, я имела счастье его очень хорошо знать, и мы даже там занимались вместе. Вот, он, смотрите, что говорит, необходимость искусства очевидна. Она дает возможность человеку пройти непройденной дорогой, не пережитая в реальном мире, дает опыт того, чего с ним не было, что не случилось. То есть искусство – это как бы вторая жизнь. Это вообще меня давно интересует, как это вышло так, что люди – такие существа, это я говорю, как будто я не человек, как будто я прилетела из другого мира. Но люди – это такие существа, которые живут в двух, как минимум, мировах, в двух типах миров. Один – это мир стульев, компьютеров, апельсинов и чашек, то есть материальный мир. А второй – это мир знаковый, то есть вообще мир, другой мир. Как это вышло, откуда он взялся вообще на нашу голову? Почему вдруг началось искусство? Вот если посмотреть совсем-совсем далеко, для чего они стали это делать? Вот есть уже чашка, ну и есть, и на здоровье. Зачем мне рисовать? Ответ, чтобы запомнить, там, он меня совершенно не устраивает, потому что это явно не об этом разговор идет. Почему нужно создавать театр в самом начале, не сейчас, а вот в самом начале? Откуда это взялось? Зачем я буду придумывать тот мир, которого нет, если есть реальный мир? Ну, это мы здесь до утра будем сидеть, если будем обсуждать. Но это интересная вещь. Причем вот этот второй мир, он для нас может быть даже важнее, чем материальный. Во всяком случае, для нетупых из нас он важнее, чем все остальное. Из-за него идут войны, из-за того, что там не так одета или не та религия, там, миллионы можно уложить, и кровью планета зальется, и так далее. Там наша цивилизация так выглядит. Отец Павел Флоренский, о котором я, надеюсь, тоже вы знаете, он крупнейший философ, но он был еще и инженер, и математик. И у него замечательные труды. Вот смотрите, что он пишет. В художестве есть оплотневшее сновидение. Вот об этом стоит. Вообще многие вещи, из тех, о которых я говорю, я их просто в вас кидаю, так сказать. На самом деле, над ним надо думать сидеть. Оплотневшее сновидение. Ничего себе. Причем вовсе не имеется в виду, скажем, только сюрреалисты, которые чуть ли не в буквальном смысле сны рисовали или как Феллини снимали. А вообще любое. Дальше он говорил, что во сне кристалл времени находится во мнимом пространстве. Вообще-то он очень странная штука. Мы сюда даже не будем залезать. Но это уж совсем непонятно, что это такое. В мире сновидений время течет в обратном направлении. Из будущего в прошлое. Кстати, Лотман, когда мы к нему в Тарту ездили заниматься, он не будучи, естественно, специалистом в наших областях, он обратился к таким простым, казалось бы, вопросам, и мы вынуждены были сказать, что нет, это совершенно невозможно. Он сказал, нельзя ли какую-нибудь там энцефалограмму начать снимать, чтобы показать, что время в обратную сторону во сне идет. Энцефалограмму-то сколько хочешь, ты будешь снимать. Но это на здоровье. Но только на этот вопрос ответа не будет. Кривых там будет 8 тонн, но они не покажут ответ на этот вопрос. Но это интересная идея. Во всяком случае, с временем во сне очень странные вещи говорятся. Набоков. Он, видите, что пишет, фантазия художника нет ни парламента, ни народного представительства. В моем личном мире я абсолютный деспот. Я один поддерживаю его в равновесии. Тот мир, который сам и создал, заметим. Я один решаю, что в нем правда, а что нет. Это очень интересный поворот. Во-первых, он сам творец этого мира. Так же, как, ну мы дойдем все-таки до музыки-то, так же, как композитор. Он это создал. Вот как хотел, так и создал. Или как мог, так и создал. Или как небеса на него это сбросили, так и вышло. Здесь нечего вокруг решать. Он абсолютный владелец этого. Он родитель как бы. Я один решаю, что в нем правда, а что нет. А что такое правда? А что правда, а что неправда? Кстати говоря, мозгу, это... Я опять же только заброшу у вас это. Мозг не знает, что является реальностью, что является вымыслом, что является памятью, а что я сам только что выдумала. Это очень интересная история. Мозгу все равно. Это... Он рыдает над художественным произведением, хотя это ничего нет. Рыдать не над чем. Этого ничего не было. Никто никого не убивал. Просто этого нет. Вообще нет. А мозгу, это для него есть и важнее даже, чем реальные события. Но это, я повторяю, это следующий длинный разговор. Кстати, исследованием того, что правда, что нет, и каково мозгу быть с ложью, занимаются целые коллективы. И из того, что я про это знаю, я сама этим не занимаюсь, но знаю, что мозгу очень дорого обходится ложь. Берет огромную энергию от него. Вот если мозговую картину снимать, там, в томографе, к примеру, то когда человек ужжет, там невероятная активность идет. Я думала, а почему? И мне кажется, я придумала. А именно, что все-таки, чтобы не погибнуть, мозгу какие-то ориентиры... Он не должен брать сам себе. Он даже должен где-то в углу, иметь, что на самом-то деле вот как, да? А им-то я сообщу вот как. То есть у него получается там двойная, тройная или четверная... А иначе нельзя объяснить, почему таких сил это... Почему вранье стоит так дорого? Витгенштейн, простите, что английский здесь, но просто некогда уже переводить было. Но крупнейший философ, в том числе философ языка, почему я его здесь вытащила? Потому что это имеет... Он говорит о книгах, но это имеет отношение ко всему. Он вводит метафору ковра. Он говорит, что любой текст, будь это музыкальный текст, это я уже добавляю, или художественный, в смысле живописный, или это рисунок, или это скульптура, совершенно не важно, или это книга. Это ковер. И тот, кто на него смотрит, он вытаскивает из него свои нити. Этот текст читает каждый по-разному. Вот я об этом еще сейчас буду говорить. Вот это очень важная вещь. Объект, который... Понимаете, если здесь будет лежать Том Шекспира или папирус, то если есть тот, кто умеет читать папирус, то это папирус. А если нет того, кто умеет читать этот папирус, то это просто вещь. Если Том Шекспира будет лежать, и нет человека, который его умеет читать, причем не английские буквы умеет, а который знает, как читают Шекспира, что такое Шекспир, тогда это просто вещи, которые есть столько-то, там, полтора кило весит. Такая длина, такая высота. То есть бессмысленная вещь. Это значит, что вот такие сложные объекты, они не сами по себе, они есть только тогда, когда на них смотрит тот, кто понимает. В этом смысле я имею в виду. Если у вас нет концепции, как он пишет, то вы не можете интерпретировать то, что вы фиксируете, то, что попало вам в глаза, в уши, на кожу или куда-нибудь. Если вы не понимаете, то вы не понимаете. До этого нет. Я просто хочу, чтобы было... Я не знаю, я вообще понятно говорю, потому что я обычно очень быстро разгоняюсь, скорость большую герой, и очень концентрированно говорю, что я просто иначе не умею. Сюда поступает физический сигнал. Сюда идет звуковая волна. Ничего сюда не идет больше. Это звуковая волна, когда она попала сюда. Сюда идут зрительные эти штучки. Понимаете? Они... Это не книга. Это зрительные удары. Сюда идут молекулы от духов. Не духи. Молекулы. Они просто попадают на кожу. Шершавая, там, острая, или, там, горячая, или еще что-то. Это физические сигналы, больше ничего. Вот когда они начинают путь отсюда, 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 отсюда в мозг, они становятся музыкой. Они становятся здесь, в случае, если этот мозг знает, что это такое, если он подготовлен. Если он не подготовлен, тогда будет то, что, я думаю, все мы сто раз видели, условно скажем, в Эрмитаже, когда ты идешь мимо Матисса и проходят с незамутненным сознанием люди, которые говорят, ой, мой сынок-то четырех лет, еще и не так рисуют. Ну, и так далее. Это же понятная история. То есть он просто... Он абсолютно не готов к тому, чтобы это воспринять. И тогда для него Шостакович, естественно, судьбу вместо музыки, о чем сто раз было написано. Шнитке интервью и то, какие его записи я читала, он невероятную вещь сказал. Для образования жемчужины в раковине, лежащей на дне окена, нужна пищинка, что-то неправильное. Вот это самое главное. Вообще, может быть, самое главное из того, что я сегодня скажу. Неправильное и народное, совсем как в искусстве, где истина великая, рождается не по правилам. Если компьютер пишет музыку, то это не представляет никакого интереса, потому что он просто перебирает разные возможности, которые в него запихали. Ну, закинули в эту корзинку всякую и сказали, там вороши. Вот те правила, по которым ворошить. Вот и ворошит. Давайте я здесь остановлюсь. У человека много разных языков есть. Я имею в виду не национальные языки, это есть вербальный язык, это музыка, на мой вкус, самое загадочное из всего вообще, о чем можно только подумать. Это математика, не менее загадочная вещь, и это отдельный, очень большой разговор. Совершенно непонятно, что это. Это точно не 2 плюс 3. Это совсем другое. Вот. Это позы, жесты, там выражение лиц, одежда, наконец, то есть много разных языков есть. Музыка – один из таких сложнейших языков, подчиненный строжайшей, видите, он пишет, рациональной регламентации, но как бы совсем вне семантической, он пишет, как бы совсем вне смысла, вот такого конкретного смысла. Ты слушаешь, и что ты там выслушиваешь, ты что? Но он дальше пишет, а музыка все-таки свою семантику имеет, хотя и не сюжетную. Вот это очень важная вещь. То ли это язык, где семантика вся случайная и осколочная, как будто человек управляет силами, которые ему не подчиняются. Это тоже очень важное замечание. Силами, которые ему не подчиняются. Вообще, кто в доме хозяин? Вот на этот вопрос-то ответа вообще никакого нет. Он хозяин ситуации? Ну, скажем, как ученик-чародея, как человек, который использует магические форы, формулы, не владея силами, которые приходят за их вот этими заклинаниями. То есть он что-то там делает, тем самым вытаскивая какие-то совершенно неведомые силы, которые сами на самом деле эту работу делают. Вероятно, с музыкой происходит что-то в этом духе. И он не в состоянии с ними справиться. Вот видите, что он пишет? А теперь, Шнитке говорит, я понимаю, что ошибка, в кавычках, ошибка, это его кавычки, или обращение с правилом на грани риска, на грани риска, и есть та зона, где возникают и развиваются животворные элементы искусства. Вот в чем фокус. Вот когда меня спрашивают, я же много езжу, общаюсь с людьми, а вот кого вы на работу берете, вот с кем бы вы хотели работать, то мой ответ такой, мне точно не нужны отличники. Просто мне они неинтересны совершенно. У меня вот отличник тут стоит, я ему скажу окей, гугл, и он мне все выдаст. Другой вопрос, что я ему не поверю, но это уже другое дело, но я имею в виду, мне не нужен человек, который просто все выучил. Во-первых, я сама уже все выучила, 100 корочек, естественно, вот, но, а во-вторых, это-то мне не нужно, для этого у меня железя-то есть, тупая, которая все помнит. Мне нужен тот, который думает необычным образом. Троечник мне очень подходит, а еще лучше двоечник. У меня такой пример, вот я говорю, если представить себя, всегда интересуюсь почему учителя не боятся в класс заходить. Я всегда бы боялась, я даже думала, может, начать детей учить. Я боялась бы, откуда ты знаешь, кто перед тобой сидит? Ты откуда знаешь, кто эти люди? От того, что они маленькие, они не перестали быть потенциально серийными убийцами, Моцартами и Эйнштейнами. Ты же не знаешь, кто сидит. Учительница физики задает вопрос по физике трем мальчикам, которые, мысленные эксперименты, которые перед ней сидят. Один отвечает какую-то муру, она ему говорит, да ну вообще. Второй отвечает муру, третий отвечает муру, все трое получили логи. После этого мальчики говорят, вы подождите 20 лет, каждый из нас за это получает Нобелевскую племену. Просто имейте в виду, между прочим. Вот ведь в чем фокус-то. Это все сплошные двоечники, потому что они нарушают правила. Если они вот так сидят, так руку поднимают, ну на здоровье, это физкультура. Обычно считается, что хорошо мыслит тот, который мыслит логически. Это верно. До некоторых пор. Ровно в том ключе, который я уже сказала. Логика, конечно, серьезная вещь, но она может становиться препятствием к новому знанию. Потому что, когда появляются вещи, которые не лезут в логику, вроде того примера, который я сейчас привела, то что с этим делать? Оно не лезет никуда. Раз никуда не лезет, а порядочный человек должен учиться, как Аристотель завещал, то выбрасываем, что ли? Тогда мы выбрасываем нашу цивилизацию. Потому что все прорывы в цивилизации были сделаны вопреки вот этим жестким меркам. Ну, я не хотела бы в левое, правое полушарие влезать, но одну, там, маленький кусочек скажу. Обычно, ну, люди просто так считают, что, и раньше ученые так считали, но это давно прошло, что правополушарные это художники, а левополушарные они математики, это никакого отношения к жизни не имеет. Абсолютно. Потому что есть много разных художеств и много разных математик. И, скажем, абериуты, которые из кусочков составляли разные штучки, это чисто левополушарная деятельность, равно как у антилисты в живописи, которые высчитывали, сколько какой краски, так сказать, куда положить, чтобы вот что получилось. Совершенно другая. Поэтому оставим это в покое, но правое полушарие интересная вещь, потому что оно владеет этими так называемыми размытыми множествами, другим типом мышления. И, конечно, когда речь идет о крупных прорывах, то правое полушарие вступает в свои права. Компьютеры открытиев не делают. Открытиев, хорошо сказал. Да. Компьютеры не делают открытия. С их помощью делаются открытия, потому что, скажем, работа в области генетики без суперкомпьютеров невозможная, потому что там просто очень много нужно всего считать. Но это не он открытие сделал, а тот в него положил это все. А что такое математика? Что такое музыка? Это, может быть, это действительно, я-то вот как бы играю в эту игру, а может быть, это действительно язык мозга. Мозг работает так, а время, например, оно вообще где находится? Вот реальное время есть или нет? Я почему сейчас это затронула? потому что я с несколькими музыкантами серьезными говорила и спрашивала, у вас как со временем дела обстоят, когда вы на сцену выходите? Я несколько раз от разных людей услышала следующее, а эти люди не знают друг про друга, кто что там говорил, они говорят следующее, что я когда выхожу из-за кулисы иду фортепиано, к примеру, то у меня проигрывается вся та пьеса, в которую я сейчас буду играть. Я говорю, так не может быть. Большая пьеса, как это может быть? Я говорю, всегда? Всегда? Нет, не всегда. Если она не проигрывается, то я играю плохо. Не в смысле с ошибками, но речь идет о профессионалах все-таки, но не вышло. Так, из этого что следует? Я говорю, так у вас с временем какие-то такие особые отношения? Они говорят, да, время, один очень здорово сказал, время для нас как желе. Мы его можем сжимать и оно может вдруг взрываться как бы в полную форму приходить. Это так это или не так, я не могу знать. Я пересказываю как бы что слышала. Галилей, которого я здесь привожу, он ведь что писал? Он писал, что книгу природы Господь написал языком математики. Поэтому, если мы про природу что-нибудь хотим знать про природу в широком смысле, не про бабочек и огурцы, а про устройство мира, то мы должны знать математику, потому что этим языком книжка написана. Как бы не знаешь математику, с кем-то уходи. Но есть и другая точка зрения, а именно, что просто так работает наш мозг. Математика такая, потому что у нас такие мозги были, другие мозги, была бы другая математика. Это очень сложная история. Просто вот такой мозг, он создает такую математику. То есть она не объективна для мира, она объективна, она, не знаю, объективна или субъективна, но она такая, потому что у нас такой мозг. Он создает такие науки. Тоже опасная территория. Это Оливер Сакс. Знаете, его сейчас книжки есть, переведенные на русский язык. Он последние годы стал, он вообще в психиатрии много работал, но такой специалист по мозгу очень известный. Умер несколько лет назад. Он очень увлекся музыкой и проблемой музыки и мозга. Вот. И не то, чтобы он начал эту моду, но во всяком случае, будучи очень известным, он как бы подтолкнул эту историю. Стали думать, а что там, собственно говоря, в голове-то происходит. Подберусь к этому. Алексей Алексеевич Уфтомский, крупнейший физиолог, профессор Петербургского университета, проигравший свою роль в физиологии Ивану Петровичу Павлову в 20 веке, но выигравший весь 21 век и, возможно, дальше. Это очень известный. Он князь, его брат был архиепископ, и, разумеется, его расстреляли, как полагается. Ему-то не досталось это, но он изумительный ученый и философ. Смотрите, что он прямо пишет. У него такого много в работах. Нет субъекта без объекта, как нет объекта без субъекта. Это ровно то, о чем я говорила. Если нет того, кто смотрит на этот стул, стула нету, нет его. Вот это как раз я говорю. Вот Шекспир просто физический объект, вот Папирус просто физический объект, если нет того, кто его читает. Кстати говоря, сейчас, поскольку во всем мире, и не только в нашей стране, а во всем мире, пошла оптимизация образования, то начали сокращать или даже закрывать отделения редких специальностей. Я бы даже сказала, не специальностей, а знаний. Поэтому мне коллеги, в том числе и западные серьезные, говорили, что мы можем оказаться в парадоксальной ситуации, когда уже нашли нужные Папирусы, уже расшифровали, уже умеем их читать, только теперь не будет тех, кто умеет читать. Значит, получится, что есть уже полученное знание, известно, как им инструменты все есть, а теперь вдруг потеряли все инструменты. Мы можем оказаться в ситуации, когда не будет тех, кто может прочесть этот текст. Хорошенькая история, все-таки человечество, оно безумное. для математиков, я почему математику периодически сюда впрыскиваю, потому что математика и музыка очень похожие вещи, и часто одни и те же люди занимаются и математикой, и музыкой. И для того, кто эту формулу в состоянии понять, в отличие от меня, прямо называют. Да, эта формула необыкновенно красива, она вызывает такие же эстетические восторженные чувства у человека, который ее понимает, как и у других людей или у него же вызовет замечательное музыкальное произведение. Такие эксперименты были. Люди обследовались, скажем, функционально магнитно-резонансном томографе, и мозг показывал вот этот как бы восторг вызываемый эстетическим таким ударом от прекрасных картин или музыкальных произведений, такой же, как у математиков вызывала изумительно выведенная или доказанная теорема, или формула какая-нибудь необыкновенная. Это интересная вещь, это говорит о том, что в мозгу есть какие-то такие механизмы реакции вообще на прекрасное. Не на прекрасное, которое в рамочке написано, прекрасное, а вообще на красоту как таковую. Опять Лоренский, вот пишет он вот, что требуется мощный удар по нашему существу, внезапно исторгающий нас из самих же себя, или, вот дальше очень важно, расшатанность и даже сумречность сознания всегда блуждающего у границы миров, но не владеющего умением и силой самостоятельно углубиться в тот или другой. Перевожу на русский язык. Вот когда происходят такие прорывы творческие, независимо от того, это в искусстве или в науке, очень много свидетельств того, что человек находится в каком-то мутном состоянии, он не вполне в сознании, он где-то вот на грани, в Флоренске это точно пишет, он где-то на грани. Много примеров того, когда люди говорят, вообще во сне увидел, но действительно много примеров, но надо иметь в виду, что сон не снится кому попало. Сон про периодическую систему приснился Менделееву, а не его кухарке. То есть много лет пришлось Менделееву мучиться, прежде чем, как я считаю, в таблице это надоело, и она решила явиться ему во всей красе. То есть во сне это во сне, но до сна, что происходило до сна, вот это сумеречное состояние такое, это к искусству конечно прямое отношение имеет, интересно, что и к науке. Вот когда говорят, что человеческий мозг это алгоритмы, алгоритмы, я вот хочу узнать, вот какие могут быть алгоритмы у этих людей, у Боттичелли, Леонардо, Дюрера, и дальше по списку. Какие алгоритмы могут это создать? Никакие, отвечаю, алгоритмов здесь нет. Если бы здесь сидели, условно назовем люди из Кокова, а мы с ними уже сцепились на эту тему и не раз остались при своих мнениях, разумеется, все. Ну вот, они говорят, ай, бросьте вы, у нас такие сейчас программы, мы напишем программу, которая вам начнет дюреров выдавать вообще по 8 штук в секунду, потому что мы знаем, как это делается. Формально да, то есть она действительно будет а-ля дюрер, но любой человек, который в искусстве хоть что-то понимает, или хоть какой-то нюх на это дело имеет, он поймет, что это такое, что этого нету. Также я присутствовала, кстати, в эфире, в прямом программе наблюдателей мы сцепились, там тоже Сколковский такой бравый такой спортивный человек сидел, он говорил, сейчас смысла нет, эти механические пианино, они вообще вот как там их это, накрутишь, накрутишь, он будет играть там, хочешь как гелись, хочешь как, как закажешь, так будет играть. Ну, жуткое дело, но им доказать ничего нельзя, потому что они какие-то эмоционально тупые люди, вот они верят, верят в то, что если показать каждый нейрон, возвращаясь вот к тому, с чего я начала, то и все будет в порядке, что это вопрос просто подождать надо, понимаете, вот сейчас они там половину показывают, а уж когда все покажут, тогда все будет ясно, ничего не будет ясно, потому что от того, что вы «Войну и мир» рассыпите на буквы и скажете, сколько там встретилось гласных, после согласных «Д» да, и сколько согласных «С» после гласных «А», это никаким образом не ответит ни на какой вопрос, кроме одного, что тот, кто этим занялся, умственно неполнооценный. Вот на этот вопрос ответит точно. «Уж не говоря об этом, вот что это за люди вообще, вот откуда они вообще-то взяли все, вот я понять не могу, как мне музыкальный человек, то есть я музыкальный, в смысле, я слушать им не будешь, как это может быть, вот что это такое, я еще же, я же начала с того, что звуковая волна идет, ну и что, вот эти божественные звуки, они где, может они действительно во Вселенной летают, да это и есть, опять, с точки зрения и не одна, но фокус неприятный в том, что доказать нельзя. Математика рассыпана во Вселенной, музыка рассыпана во Вселенной, сознание разлито во Вселенной, может оно и так, и они говорят, да, у нас здесь эта штука, приемник, который вот оттуда, значит, это выковыривает. Ну понимаете, таких сюжетов можно придумать, если воображение минимальное есть, сколько угодно. Это не помогает нам. У артисты, в смысле художники, у творцов, у художников действительно другие мозги. Вот эта картинка, это не рисунок, это так изображают один из видов обработки информации, которая получается из томографа. Это вот такие рисунки, они показывают не места в мозгу, где эти игроки работают, а связи к мозгу. Вот начинается отсюда, пошло сюда, потом сюда, потом сюда, это очень сложная вещь. И здесь написано, брендсканы, сканы головного мозга у творцов, ну, у людей, занимающихся искусством, скажем так, содержат больше серого вещества в некоторых частях мозга по отношению к другим частям мозга. Вот на эту тему я еще и поговорю. Если мы вольнем танцоров и посмотрим, что у них делается в мозгу, меня это просто заинтересовало очень. Я думаю, как вообще, что это там такое? Вот красным написаны отделы мозга, которые очень активно работают, когда танцор танцует. У него чрезвычайно сложная работа в мозгу происходит. Потому что он, особенно, если он, например, еще и не один, то это вообще за предельной сложности вещь. Он должен держать музыку, ритм, вся моторика, он должен понимать, где он находится, он должен следить за всем расположением. И я ничего не говорю ни про эмоции, ни про душевные переживания, сознательно, вообще ничего. Я говорю только про техническую как бы сторону дела. Это сложнейшая вещь. Он должен держать равновесие, он должен рассчитать, где, куда, когда, что. Жуткое дело. У музыканта или у того, как в данном случае, кто слушает музыку. Видите, это вот разные отделы, которые зафиксированы, что они активно работают, когда работают, в смысле, функционируют, когда вы слушаете музыку. Я имею в виду, это не та музыка, когда жаришь котлеты, да, а тут, не дай бог, кто-нибудь включил, и там Пугачева загласит. Это про другое мы говорим. Мы говорим про то, что вот мы будем слушать через некоторое время. И это очень большая и сложная работа. Вот то, что я сейчас в интервью в этом маленьком говорила, я уверена, что каждого маленького ребенка нужно начинать учить музыку. Я в этом абсолютно уверена. Объясняю, почему. Потому что это очень тонкая, изысканная настройка нейронной сети. Ему совершенно не важно, будет ли он потом играть или получится ли из него музыкант, тем более очень хороший музыкант. Не об этом разговор, о том, что его приучают обращать внимание на маленькие штучки. Вот этот звук, не такой, как этот, хотя они отличаются, еще не всякий различит. То есть микроштучки. Этот выше, этот ниже, этот короче, этот длиннее, это очень тонкая настройка, которая сыграет тогда, когда он, например, начнет писать и читать. Потому что он не вообще будет глазами вот так вот вводить, а он будет обращать внимание на эти маленькие штучки. Тогда он отличит З от 3, ну и прочее, и прочее, с чем сталкиваются люди с дизлексией. То есть музыка, это в некотором смысле, в некотором смысле, это подготовка к дальнейшей тяжелой когнитивной работе, а в некотором смысле, это инвестиция в свою собственную старость, прямо скажем, или в старость детей. Потому что это просто доказано. Вот, кстати, все, что я рассказываю, это я рассказываю как сказку такую. Но каждую из этих вещей я могу научно доказать. То есть я имею в виду, у меня лежат работы, в которых это проверено. Вот. Так известно, что люди, которые говорят больше, чем на одном языке, и люди, которые занимались, а тем более продолжают заниматься музыкой, они могут своего потенциального Альцгеймера додвинуть на несколько лет. А это немало. Мы не говорим, как заболеть, может любой человек в любом возрасте. Мы об этом не говорим. Это как бы понятно. Болезнь, беда. Но вот это вот старение мозга как-то... Ведь что такое Альцгеймер и Паркинсон? Это так называемые нейродегенеративные заболевания, когда просто отмирает мозговая ткань. Вот то, где была память на очки, она просто исчезла. Вот там нет. Пропала ткань. Вот в чем дело. Но если это тренированная вот эта сеть, особенно с детства тренированная, то память будет ухудшаться с гораздо меньшей скоростью. Я повторяю, этот выход... Ну, знаете, эти шуточки врачебные, когда они говорят, не каждый доживает до своего Альцгеймера. Вот я люблю это. То есть как бы он у тебя в кармане сидит всегда, да? Но может повезти и загнешься раньше. Что в голове у музыканта? Видите, вот в этих частях физически... Ну, прочесть вы и сами можете. Вы представьте себе, что происходит. В голове должно происходить, если это, скажем, человек, который играет на клавишных инструментах две руки. Значит, одна рука, другие ритмы, вот, то есть она делает вообще вот одну работу. Другая рука делает другую работу. И это страшное напряжение на мозг, потому что он должен держать не только мелкую моторику с огромной скоростью иногда, но он должен не путать, он должен как бы две линии вести совершенно отдельно. В общем, это не шутки, я вам скажу. И я повторяю, я еще раз напоминаю, что я ничего не говорю ни про смыслы, ни про эмоции, ничего, я только про технику. Показано, что у людей, которые играют, скажем, на скрипке, что у них моторная зона, не знаю, что вы помните из анатомии, у нас диагональ, вот этой рукой управляет этот мозг, этот мозг, этой рукой управляет этот мозг, этим глазом этот, этим глазом этот, также уши, ноги, там, все остальное, везде эти вот диагонали идут. Так вот, та часть мозга, которая ведает моторикой руки со смычком, в два раза больше, чем та, которая этим смычком не занята, а просто держит, к примеру, скрипку. То есть, это физическое воздействие. А у клавишных нету такой асимметрии, нет. То есть, мозг развивает те части, которые заняты работой. Вот если общую формулу назвать, то мозг должен, если вы хотите его сохранить в пристойном состоянии, он должен тяжело работать. Тяжело имеется в виду, индивидуально тяжело, потому что для одного простая задача является сложность, а для другого это должно быть доказательство теоремы, которую никто в мире не доказал. И это прямое воздействие на мозг. Обучение, вообще учение и такая вот мозговая работа, она физически мозг меняет. Качество нейронов другое, даже их объем другое. Количество серого вещества другое. То есть, вот у всех у нас, поскольку мы сложные вещи сейчас обсуждаем, я вас уверяю, через эти полтора часа мозг улучшился. Это я вам гарантирую. И это не в таком, не в художественном смысле, а в буквальном. Есть работы, можно их посмотреть, прочитать. музыка вызывает мозговую активность, меняющую серое вещество, о котором мы думаем, между прочим, толщину коры, организацию нервных путей в этой коре. Короче говоря, это сложная когнитивная деятельность, сложная мыслительная деятельность. это не развлечения, это не отдых. Для мозга вообще никакого отдыха нет. Разве что, если ты уж совсем дурак, лежишь на диване, только гамбургеры ешь и какой-нибудь дрянь смотришь. Тогда все в порядке. Тогда не жалуйся. Тогда не жалуйся. Еще хуже. Во время музыцирования с мозгом происходят вообще удивительные вещи. Включаются гены, которые обычно молчат. гены, я не генетик, и тем более у меня нет плана, даже относительно небольшие знания по генетике, которые у меня здесь выкладывают. Но гены могут включаться, а могут и не включаться. Это зависит от разных обстоятельств. Так вот они включаются. И даже говорят о том, что музыка воздействует на так называемый транскриптом профессиональных музыкантов. На русский язык это переводится так. Она прямо воздействует на то, что написано, в том числе и генетически, на нейронной сети. Это не невинная вещь. Это не то, что ты мимо нее прошел и приятно тебе стало. То есть может тебе приятно и стало, но она глобальное действие оказала. Эйнштейн. Как известно, Эйнштейн играл на скрипке. Судя по всему, что я прочла про него, а я и его самого читала, и вокруг него всякие вещи читала, играл он чудовищно. У него было несколько скрипок, я не знаю, куда они девались, всех их звали Лана, Лина, Лина, Виолина, Вайлен, да, все, все они назывались Лина. Он без этой Лины вообще шагу сделать не мог, и он видите, что пишет, если бы я не был физиком, я, вероятно, был бы музыкантом. Я часто думаю в музыке, музыкой. Это для него не был отдых. Вот как обычно говорят, ой, серьезные вещи делают, а потом можно и на скрипке играть. Абсолютно другая история. Он в этой музыке жил, она составляла какое-то такое пространство, я не знаю, облако какое-то, в котором он должен был находиться. Я мечтаю музыкой, daydreams это не во сне, а вот как бы так, и я вижу, смотрю на мою жизнь в музыкальном аспекте, что ли, такое. Я не могу, ну, собственно, сами можете прочесть. Короче говоря, это для него не то, что Землю попишет стихи, это не то, что а теперь отдохнем, а это существеннейшая часть его такого ментального и духовного пространства, без которого он просто не может жить. Я вот не помню, есть у меня это на слайде или нет, пока вернемся. Он пишет вот что, это меня озадачило, именно потому, что он физик, а не не поэт. Он говорит, интуиция священный дар, разум покорный слуга. Он в разных местах, немножко перефразирую, это пишет мне не один раз. Интуиция самый главный игрок. Это на тему того, что я говорила, вот это сумрачное состояние, такое непонятное, сам не знаю, что происходит, вот это вот оно, интуиция, я не знаю, почему я это сделал, вот взял да сделал, а потом уже сел, разум покорный слуга, потом приходит, а сейчас мы наведем тот порядок, но делал не разум. Я имею ввиду, что, я надеюсь, у меня правильно поведет, это я не к тому, что не нужно логическое мышление, там вся наука на этом стоит, и это она делает, но прорывы в цивилизации, как в науке, так и в искусстве, сделаны вот так. Они не сделаны с помощью логарифмической линейки, открытия не делаются. Открытия делаются так, человек ходит, ходит по полю, да, нашел гриб, думает, батюшки святые, и сделал открытие в квантовой механике. Не про грибы, не про грибы, неизвестно, что тебя вытащит там, какая-то бабочка там вельхнула, и тебя ударило это. В другом месте ты не занимаешься бабочками и грибами. Поэтому так важны ассоциации, так важно, чтобы все читали много книг, я имею ввиду и математики, инженеры, вообще все, потому что это поле им подбрасывает, на котором он не знает, обо что он споткнется. Если он никуда не ходит, так он и не споткнется. Может сидеть спокойно у телевизора. Был тоже недавно, умер пару лет назад, академик Людмих Хадеев, один из крупнейших наших математиков, и отец его крупнейший математик тоже был. И он был, пожалуй, в такой же степени математик, в какой и музыкант. У него был уровень, вот он, когда школу там закончил, он выбирал, стать ему математиком или в консерваторию поступать. С ним очень интересно, я разговаривала несколько раз с ним так глубоко, и я задавала ему вопрос, который потом задавала многим людям. Задам и вам, если человечество доиграется в своем идиотизме для того, что людей на земле больше не будет, музыка и математика будут или нет? И я не дурочка, поэтому я, разумеется, не задаю вопрос на тему, я понимаю, что останутся тетрадки с формулами, я не про это, или партитуры, я не про это, это-то останется. А музыка, она где? Она во Вселенной или она в голове? Его ответ был, если не будет людей, не будет ничего. Его ответ был такой. Но есть и другие люди, которые иначе отвечают. Они говорят, нет, ну, как-то, как бы, это. У меня, я езжу периодически в Сочи, в Сириус, знаете, там, это для талантливых, это очень интересное место, сейчас не будем говорить. Вот, и там, значит, эти математики маленькие, они попросили меня с ними чаю любить. Вот, ну, я, естественно, с удовольствием. Сидим, встает ребенок вот такого размера и говорит, вы в одной из лекций, там, нет, с ними вообще стынет кровь, когда вы в одной из лекций, значит, говорили, что неизвестно, насколько объективна математика, насколько она описывает правильно мир, потому что, если у нас голова такая, так миру до этого дела никакого нет. Мир как бы сам по себе. Галилей прав, говорит этот ребенок. Ничего себе. И я говорю, там, сжалось, да, говорю, а почему, как вы, я на вы всегда, а как вы можете это доказать? Он говорит, потому что математические законы доказываются физическими законами и физическими явлениями. Уложил, просто насмерть. Нет, дети укладывают, будьте добры. Я вот тут физиком читаю лекции, ну, взрослым, ну, взрослым, магистерским в университете. Меня попросили им читать вот такого рода, например, курс. Вот. И я тоже расшумелась и говорю, непонятно, говорю, что тут делать. Вот говорю, где я, например, заканчиваюсь теперь, учитывая, что 90% моей памяти в гаджетах, во всяких, статьи в облаках где-то летают, да, в компьютере, в телефоне. Я говорю, я-то где? Раньше я знала, что я вот здесь заканчиваюсь, да, а теперь где? Это вот мое, это ментальное все. Мальчик у галочки сидел, вот, ума-то у меня не хватило, надо. Как его имя? Этот мальчик, он уже одной ногой в Нобелевском комитете, он говорит тихим голосочком, говорит, а вас не волнует, где вы начинаетесь? Я даже не буду это комментировать. Вот удар, так удар, понимаете, вот удар. Самое сложное из всего, что мы знаем, это сознание, и как оно на все это влияет. Вот когда мы говорим, это сумеречное состояние, такое на грани двух миров, ты блуждаешь, или то ли во сне, ты что увидел, а сознание, оно вообще, оно что-то делает? Или оно, оно, оно есть? Или это, нам кажется, что оно есть? Кто вообще, кто в доме хозяин? Вообще, кто игрок? Кто во всем этом игрок? Мозг отнюдь не заполнен только сознанием. Вы мне можете сказать, а вы откуда знаете? И мне нечего будет вам ответить. Не знаю, потому что нет способа узнать, и я даже не могу себе представить, какой мог бы появиться способ, это не весы, это не спектры, это не молекулы, не граммы, это ничего, это вообще неизвестно что. Подсознание в этом смысле, возможно, даже проще, потому что мы можем сказать, это все, о чем я не знаю, а там бурлит котел, это Фрейд, это чудовище, я ненавижу, вот, он навыдумывал этого всего, но в чем он молодец, хотя он и не первый, о подсознании, опасные эффекты, это бесспорная вещь, и как бы с этим, ну, более или менее, понятно, что он есть хотя бы, а вот с этим сознанием, и чем оно, собственно говоря, занято, и как оно, участвует ли оно, оно участвует, конечно, в создании музыки, вот, но на этом втором этапе, вот, скажем, фугу, по правилам же пишут, музыканты, извините, что я влезла не в свою территорию, вот где эта музыка с математикой, да сошлись, они же вот здесь сошлись, и это мозги такие делают, но и другие мозги писали фуге, правильно, только Бах оказался Бахом, но не только, но главным образом. Про искусство я вот что еще скажу, искусство отвечает на вопросы, которые еще не задали, искусство вообще загадочная вещь, оно очень сильно опережает, то, что оно науку опережает, это я вам клянусь, но оно вообще как-то очень забегает вперед, вот, даже в таких сложных формах, вот я покажу, вот что, вот Магрит, к примеру, вот смотрите, что здесь происходит, вот это хорошая метафора того, что такое искусство, он ведь смотрит на что? Он смотрит на яйцо, а рисует он что? А рисует он то, что из этого яйца получится, этого нету, он рисует то, чего нет, то, что еще только будет, он опережает события, если мы посмотрим, что сделали импрессионисты, импрессионисты сказали нам про то, как происходит, зрительное восприятие у человека, не колбочки и палочки, понимаете, не вижу, не вижу, а вот сложный мир, как я вижу сложный мир, они сказали нам за много десятилетий до того, как физиология сенсорных систем к этому подбиралась, и может быть даже больше, чем мы знаем сейчас, вот как они это смогли сделать, совершенно понять нельзя, пожалуйста, вот когда он про время это создал, еще вопроса даже такого не было, который сейчас обсуждается на полную катушку, время есть или нет, время это в нашей голове, или оно на самом деле есть, как Эйнштейн говорил, там одно из измерений, ну не все так думают, не все, время всегда течет с одной скоростью, в одну сторону, без перерывов, как полагается, ничего подобного, не течет одно в одну сторону, и без перерывов, например, если вы будете принимать некоторые химические вещества, скажем марихуану, то у вас с временем будут страшные вещи происходить, если вы будете что-то очень сильно переживать, то у вас то, что длится полчаса, будет длиться два года, да, а то, что на самом деле длится много часов, будет длиться три минуты, то есть с этим совсем непросто, если это, не дай бог, психическая болезнь, все время невероятные фокусы происходят, при шитофрении, галлюцинации, там, и так далее, то есть какая такая объективность-то? Александр Пятигорский, один из крупнейших наших философов, тоже, к сожалению, уже в лучшем мире, смотрите, что он говорил, мышление и бытие представляют собой континуум, и даже еще более жестко, мышление и бытие совпадают. Это я к чему клоню? К тому, что говорила про Папирус и про Шекспира, условно, скажем так. Как я думаю, так и есть. Вот если я выйду сейчас из этой комнаты, это я студентов извожу, вот я сейчас выйду из этой комнаты, здесь что будет? Ну, что полагается говорить, что здесь то же самое будет, только меня не будет. А хотелось бы доказательств. Они говорят, вы загляните. Нет, когда я заглянула, я вошла. А вот если я не заглядываю, у меня какие есть, более того, еще хуже, вот у меня какие есть основания считать, что вы здесь все есть? Никаких. Да, это у меня галлюцинации. Вы скажете, да, но и мы все это видим, не смешите меня, пожалуйста, потому что вы внутри моей галлюцинации находитесь, и все там видите. А мы вот сейчас студенты говорили, сейчас подойдем и щипнем. Я говорю, да на здоровье, это внутри моей галлюцинации. Но это я специально накачиваю. Но на самом-то деле, вот на днях я смотрела программу Агора, хотя на самом деле она должна называться Агара, по-гречески, но хорошо. И там Дмитрий Быков был, который, значит, у них была беседа со Швидким, вот, и Быков говорит, никогда не было в Родинской битве такой, как ее описал Толстой. Но теперь она такая, как он ее описал. Вот над чем думать надо. Написал все. Об этом говорил Лотман в свое время, моя любимая тема. Не было никаких тургеневских барышек, пока Тургенев не написал тургеневских барышек. После этого они стали падать в обмороке, да, вокруг все должны бегать с этими платочками кружевными, соли там не употреблены и так далее. Не было никаких лишних людей, а были бездельники, которые лежат и курят тольяр. А тут вдруг Лермонтов сообщил, что есть лишние люди. Он говорит, батюшки, да, целое поколение, мы, оказывается, лишние люди, а не просто так на диване-то лежат. С Рахметовым такая же история произошла. Ну, к нормальному человеку придет голову на гвоздях спать? Нет, не придет. Написали Рахметова, все легли на гвоздь. Ну, в общем, короче говоря, это, это, я, конечно, провокатор, я, понятно, но где эта граница? Понимаете, Раскольников есть. Не было никакого Раскольникова, который с топором бегал и старушек убивал. Но с тех пор, как он написан, он, он такая же часть мира, как те, которые, там, много народу разного жило и никого не убивало или убивало. Это мы практически последний слайд. Пятигорский пишет, и это очень глубоко. Мысль держится, пока мы не забываем ее держать. Вот я на этом собираюсь, вообще-то говоря, закончить. Это сложное дело. Думать очень сложно. Мысль так и норовит от тебя убежать. И очень трудно удержать, если это сложная мысль. А хочется, как бы ничего не делать, а пить мартини. Хочется, наоборот, два. Или да, да, но ты, она, это, я подумала недавно, недавно, это сегодня утро, когда этот слайд вставила сюда. Это знаете, на что похоже? Это похоже на медитацию. Я про медитацию знаю мало, но поскольку год назад вот мы очень маленькой группой ездили в Далай-Ламе и там нам, значит, предложили такой сеанс медитации первый раз в жизни. И я поняла, они сказали, думайте вот об этой точке у себя под носом. Это невероятно трудно делать. Просто страшно трудно. Вот сконцентрировав всего себя хоть на чем-нибудь, вот на этой точке, все время тебя уносит куда-то. И когда я сегодня вот эту фразу у себя там где-то нарыла, то я думаю, вот это оно. Для того, чтобы эту мысль держать, нужны огромные силы. Вот на этом я предложила бы закончить, показав вот такую картинку мира. Да. И сказавши, что еще более трудно для меня, поскольку я не профессионал, мягко говоря, не профессионал, слушать, напряженно слушать, внимательно слушать сложную музыку, серьезную. Тебя уносит. Ты все время, ты все время куда-то уходит это. Ты о чем-то начинаешь думать. Ты не должен ни о чем думать. Ты должен весь сконцентрироваться в этой точке. Это очень трудно сделать. Ну точки в таком смысле. На этом чем-то. В общем, заканчиваю я вот на чем. Это одно из самых сложных, мне кажется, человеческих умений музыка. По-прежнему мне непонятно, что это такое. И надо беречь, холить или леять. Мне кажется, ничего более... Ну вот разве что, повторяю, разве что математика может сравниться по такому изысканности и совершенству с этим. К сожалению, я не владею ни одним, ни другим. Увы. Нет способностей. Спасибо вам за терпение. Спасибо.